Я еще, кстати, хотел бы, Аббас, вот видел тезис в российских СМИ, в том числе о том, что сейчас Кремль, мол, ищет, кого можно выставить так называемым спарринг-партнером для Путина на этих выборах, и тут важно, чтобы этот человек, например, выступал как противник войны, и после этого выборы покажут существенный разрыв между Путиным и вот этим противником войны, это будет как бы легитимизация продолжения боевых действий. Мол, смотрите, у нас слишком маленький процент избирателей поддерживает тех, кто выступает за окончание специальной военной операции, так называемой. Там, я уже видел, называют и Венедиктова среди тех, кто может быть этим кандидатом, и Собчак, опять второй раз уже звучит. Как вы считаете, в целом нужен ли такой кандидат, да, и может ли им стать, например, Венедиктова или Собчак? Кремль стоит перед очень непростым выбором в этой связи, в связи с тем, о чем вы сказали. Либеральный кандидат нужен для легитимизации итогов выборов. Если все кандидаты за войну, ну так люди почувствуют, что их лишили выбора. Главный вопрос российской политической повестки – это вопрос о войне и мире. А кандидат за мир не представлен в линейке кандидатов, да, там все за войну. Путин, Зюганов, даже Нечаев из новых людей, Суцкий из ЛДПР. Все за войну. Вот. И легитимность у таких выборов будет не просто нулевой, а отрицательной. И даже к протестам он сможет привести. Ну, то есть, если отказ в регистрации какому-нибудь антивоенному кандидату, если оппозиция, например, выдвинет единого антивоенного кандидата, а Кремль его не зарегистрирует, ну, это реальный скандал. И в 2019 году из-за таких вещей у нас реально Москва полыхнула так. Такие протесты там были, что месяца два-два с половиной они прям без остановки чуть не каждый день продолжались. Прям бои с ОМОНом там шли. Вот. Поэтому лучше вот все-таки такого кандидата допустить. Но если его допустишь, так он как Тихановский будет в Голоруссии. За него пойдут и все проголосуют, понимаете. И он реально выиграет у Путина. Понятно, что Путин сфальсифицирует выборы и украдет у него голоса. Ну, когда ты крадешь голоса, ну, там, ты украл, условно говоря, у тебя 50%, а ты украл 5%. Значит, и это, ну, то есть это не так заметно и не так возмущает. Ну, то есть в целом люди чувствуют, что, ну, да, многие за него голосуют, наверное, это большинство. Да, почувствовать разницу между 5-10 и 5-10 и 5-10 и 5-10 избиратель не способен. Но в случае наличия условного Венедиктова, кандидата за мир, значит, там просто, ну, соотношение будет, условно говоря, 25 будет за Путина и там 60 за Венедиктова. Или даже там 55. Вот. И это уже совсем другое соотношение. И тут ты не украдешь так, что не заметили. Вот. А если ты начинаешь воровать голоса, ну, так это болотное. Ну, то есть, если власть по-прежнему сильная и репрессивна, да, может быть, люди не выйдут на улицу, хотя, конечно, фигу в кармане, так сказать, заложат. Ну, то есть, я реально возненавидит, как узурпатор. До этого большинство все-таки считало, что Путин, ну, более-менее большинство за него голосовало. Объективно, большинство за него всегда голосовало. Да, ему там накручивали, дорисовывали, но в целом он побеждал, в общем-то, честно. А это будет реально нечестная победа. Из поражения сделают победу. Ну, то есть, раньше из победы чуть более блеклой делали победу, чуть более такую расуфыристую, знаете. А теперь из поражения сделают победу. Совсем другой уровень фальсификации, понимаете. И это, конечно, уже делегатимизирует. Но на самом деле не факт, что они выйдут на улицу. Потому что я-то абсолютно убежден, что к выборам готовится не только Кремль. К ним готовится и ВСУ, и Америка. И представьте себе, вот, допустим, день голосования, а в этот момент, как Пригожинский марш на Москву, да, русский легион там, причем не в составе там 50 или 100 человек, как они до сих пор там рейди совершали, да, а 10 тысяч человек. А вот возьмет, захочет украинскому руководству им помочь. Что, на востоке Украины мало, значит, ну, то есть, в ВСУ мало русскоговорящих солдат, которые с востока Украины, да, да, полно. Возьмут и переоденут форму русского легиона. Вот кто запретит. И американцы там согласуют это все. Ну, вот возьмут и организуют такую операцию. Вы можете это исключить? Я не могу. И Путин не может. А в такой ситуации люди, когда увидят, помните, как госаппарат парализовал, как все попрятались, когда Пригожин шел на Москву. Ну, вот так же будет идти русский легион. Вот. Взбивая, по ходу, дело вертушки. И опять все попрячутся. И никто не будет в этот момент выборы фальсифицировать. А народ, наоборот, вот он, высушенный фальсификациями, значит, если они будут все-таки эти попутки, так он реально на улице выйдет. А если это все случится в момент выдвижения кандидатов? Вот выдвинули оппозиционеры, объединились, выдвинули условно вот там кандидата X. И Кремль ему отказал в регистрации. Народ возмутился, а в этот момент русский легион вторгается. Да еще один из логингов русского легиона накажет всех фальсификаторов. Да там все в избиркомах просто разбегутся, попрячутся, понимаете, там, скажутся больными, слягут в больнице. А никто не будет своей жизнью рисковать ради Путина, понимаете. А не за Путина, когда это ведет к росту доходов и комфорту. А когда это чревато тюрьмой или вообще висельцей, так никто не будет этим заниматься. Надо просто понимать базовую вещь, что эта избирательная кампания, она будет проходить в принципиально новых условиях. Появились принципиально неподконтрольные Путина игроки, которые будут влиять на судьбу этих выборов. ВСУ, американские спецслужбы. Раньше ВСУ как могло повлиять на результаты выборов Путина в 2018 году? Никак. Ну, маневры на границе могли устроить. Никто бы на это внимание не обратил, понимаете. В 2012 году как они могли на это повлиять? Да никак. А сейчас возьмут там и какой-нибудь котел там, а-ля Харьковский там устроят. В Крым вторгнутся. Или я говорю, вот возьмут там в форму русского легиона переоденться и на Москву ходят. И это принципиально непрогнозируемая ситуация. То есть вот эти выборы, они скрыты вообще завесой такой пеленой непонятности. Да, это уравнение с огромным количеством неизвестных. Никто не может уверенно сказать, что так будет. Но никто не может уверенно сказать, что так не будет. Вот, как-то так. Друзья, ну, очень любопытное размышление. Спасибо, Аббас. Вы лайк поставьте, если не сделали это вначале. У нас еще есть пара тем буквально. Вот обратил я внимание на то, как в последнее время Кремль обеляет Кадырова того же. Да, вот мы из последнего. Министр обороны Шойгу похвалил Кадырова, значит, как отважного бойца, прекрасного управленца, который смог организовать большое количество отрядов для войны в Украине. До этого, на фоне всех этих рассказов о плохом состоянии здоровья Кадырова, с ним встретился и Путин. Пообещал ему в очередной раз, значит, и мечеть самую большую в Москве. И, значит, Грозный стал вне конкурса в 25-м году культурной столицей России. Отдельно, кстати, тоже можем об этом поговорить в целом. Для начала, что за тенденция? Действительно, какие-то царские подарки, прям целая череда в сторону Кадырова. Зачем это? Возможно, Кадыров настолько уже ослабел, что его реально надо поддерживать, постоянно подпирать, иначе он рухнет. Ну, то есть, возможно, Путин просто знает, что чеченский элит там уже готовый снести Кадырова. Потому что Кадыров, очевидно, ослабел. В первую очередь он разочаровал всех. Все увидели, что вовсе не такие они богатыри были, как раньше думали. Выяснилось, что они, да, безоружных россиян пугать они могут, в этом смысле они молодцы. А когда они столкнулись с хорошо вооруженными, мотивированными соперниками, так ничего и сделать не могут. Вот, кроме как в ТикТоке снимать. И это, конечно, очень сильно по реноме Кадырова удалено. Вот, плюс сейчас добавились очевидные проблемы со здоровьем. Выглядит он действительно плохо. Случи о смерти. Все, в общем, это привело к ослаблению Кадырова. И вполне возможно, что в Чечне там недовольные поднимают голову и готовы его выносить, так сказать. И соратники уже готовы предать. Я абсолютно уверен, что там, где все держится на страхе, когда ты слабеешь, у тебя не остается ресурсов, аргументов, понимаете. И, возможно, Путин это чувствует, и он боится дестабилизации в Чечне. И пытается усилить таким образом Кадырова, демонстрируя, что он еще ОГОКО. А, возможно, это не так. Это неосознанная попытка поддержать Кадырова. Это, может быть, такое бессознательное желание Путина. Вот для него силы, это возможность, как и для Кадырова самого. Это возможность плевать на мнение окружающих. А, вы все недовольны, вы все возмущены, а мне на вас плевать, я вам сейчас Рамзана поддержу. Ну, Путин его поддержал. А дальше уже вся бюрократическая вертикаль увидела, что Кадыров в фаворе. Ну, и побежали ему лизать, так сказать, в причинное место. И Шойгу тоже. У Шойгу, у него же проблемы, он же плохо воюет. И Путин в любой момент его, в принципе, может уволить. И вот он тоже пытается союзниками заручиться. Ну, собственно говоря, Кадыров был изначально его союзником в ситуации конфликта с Пригожием. Вы помните? Пригожин конфликтовал сначала с Шойгу, а потом и Кадыров, вот этот Кадыров там там несколько раз так очень жестко их перепечатал. И он сам, и другие командиры Вагмара. Да, и в этом смысле Путин может просто вот захотеть воспроизвести свой любимый контекст, чтобы снова почувствовать себя на коне. Мною недовольны, меня критикуют и ничего не могут мне сделать. Вынуждены утереться. Так что разные объяснения у этой истории могут быть. Брозный культурная столица 2025 в ту же копилку? Да. Ну, то есть он пасал сигнал в вертикали. Он принял Кадырова, благословил строительство мечети. А там на следующий день как раз итоги этого конкурса подводились. И было уже принято решение, если не ошибаюсь, используемого Нижнего Новгорода. По-моему, Нижний Новгород был. Да-да-да, все верно. А тут такой сигнал, и я думаю, вполне возможно, как раз тот, кто в Кадыровской администрации отвечал за этот проект. Да, условно говоря, мэр Грозного, например. Или, может, Министерство культуры отвечал. Хотя у него там дочка, по-моему. Да, Министерство культуры, по-моему, дочка Кадырова. Ну, то есть, мэр Грозного, например, отвечал за этот проект. И он почувствовал, они все, вот эти такие, знаете, хищники в средней руке, они очень чувствительны к таким вещам. Почувствовали, что, о, Рамзан на коне, надо выслуживаться. И позвонил, значит, организаторам этого конкурса. И так, сдвинув брови, значит, спросил, а почему вы там Грозный-то так обижаете? Мне надо Рамзан Ахматовичу докладывать. Чего ему сказать, что вы Грозного не уважаете? Да? И все, там все, там тоже видели видео. Да? Как Путин там наплевал на всех, в каком фаворе Кадыров. И черт знает, а вдруг Рамзан Ахматович Путину пожалуется? И прилетит. Ну, и вот, а это же бюрократы, они люди без хребта. Да, они всегда сервильны по отношению к тому, кто демонстрирует силу. И поэтому быстренько побежали и в пользу Грозного оформили решение. Звучит логично в целом. У нас напоследок еще одна тема, Аббас. Армения таки ратифицировала римский статут. В итоге стала еще одной страной, которая вроде должна будет арестовать Путина, согласно ордеру Международного уголовного суда. Это уже вызвало такие, в общем-то, реакции странные достаточно для меня. Песков высказался, мол, решение некорректное, такое слово он подобрал, и заявил, что им жаль, что Путину придется отказаться от поезда к Армению. То есть достаточно такая мягкая формулировка. Лавров сказал, что там, вот, комментируя выходы в вероятной Армении из УДКБ, говорит, это суверенный выбор Армении. Но я все-таки надеюсь, что наши связи, которые, значит, существовали между нашими народами веками, им не позволит, их не нарушит ни одна временная администрация. Мне, кстати, очень понравилось. Кого он имел в виду под временной администрацией? То ли Пашиняна, то ли Путина, тоже непонятно. Но все-таки, да, вот, почему, несмотря на то, что Армения проводит уже военные учения со США, ретифицирует римский статут, при этом Путин продолжает говорить у нас, мол, с Пашиняном, дружба, мир, жвачка, как бы все в порядке? Ну, значит, нельзя исключать, что... Ну, с Кесковым-то вообще понятно. Он на самом деле, при всем том, что он вынужден иногда нести откровенную дичь, он из них всех там самый здравомыслящий. И он... Ну, он, в принципе, в целом против эскалации. То есть там, где можно избежать эскалации, он пытается это сделать. Это не первый раз. И когда, помню, Финляндия год-полтора года назад, в самом начале войны объявила, что она собирается вступать в НАТО, а все остальные взвелись, там, значит, стали врядцать оружием, угрожать судебной... Вот сейчас с Украиной разберемся и на Финляндию войну пойдем, там, значит. Вот. И тогда Песков тоже комментировал это очень сдержанно, пытаясь, так сказать, по крайней мере, поначалу. Пытался подзбить, так сказать, накалу от страсти, пытался быть корректным. Ну, просто он видит достаточно далеко, и он понимает, что у всего этого, на самом деле, будущего нет. И что касается Лаврова, то Лавров, конечно, долгое время был абсолютно неадекватным. Но, насколько я знаю, в последние месяцы МИД очень сильно совбестом подужал, и Лавров был недоволен. Я слышал, ну, изнутри, это инсайд, что Лавров выражает недовольствие, что, по сути, нас там превратили в мальчиках на побегушках. Реально, внешняя политика рулит уже совбест. По крайней мере, на некоторых направлениях. Может быть, не везде, но на некоторых. Вот. И Лавров был этим недовольным. И поэтому, может быть, вот это его недовольство сказывается на том, что он уже, ну, не пытается, значит, быть святее по-принскому, бежать, значит, впереди паровоза. Да. А служит уже без особой охоты, да. И со скепсисом к ним ко всем уже относятся. Нельзя исключать. То есть я, вот смотрите, в случае с Лавровым, с Песковым я объясняю его поведение, его адекватностью. В случае Лаврова об адекватности я говорить не буду, потому что слишком долго он ее не демонстрировал. Вернее, слишком долго он демонстрировал неадекватность. Когда-то давно, господи, когда я пришел в Кремль работать, помню, первый раз, в конце 2000 года, осень 2000 года, Лавров был, вот тогда он был, подождите, тогда был Сергей Иванов, по-моему, о, не, не Сергей Иванов, господи, в общем, Иванов, вот имя уже забыл, министром странных дел, Лавров приехал, значит, чуть позже, не в 2000, ну, короче, вот когда-то там, вот Лавров когда-то только пришел, я вот помню, насколько адекватным он был. Вот, но прошло уже много лет, и он, конечно, превратился в абсолютно неадекватного человека. И поэтому, вот, чтобы он вновь стал вдруг адекватным, я не очень верю. Я думаю, что это скорее вот эта обида. То есть аппаратное поражение, поражение схватки за ресурсы, возможность влиять на принятие решений, за то, что называется властью. Вот, вот это поражение, которое МИД потерпел в ситуации с Совбезом, проиграл Совбезу, ну, возможно, оно его сделало с Кепрахом. Как-то так. Спасибо за объяснение. На сегодня будем трое точие оставить. Политехнолог Аббас Галямов сегодня к нам присоединялся. В описании найдете ссылку на телеграм-канал Аббаса Галямова. Ну и не забывайте, Дмитрий Гордон, Олеся Аббас, вам в гостях у Гордона. Лайк, как честно, и люди тоже поставьте, пожалуйста. Спасибо, что были с нами. Аббас, спасибо, что находите время. Спасибо, до свидания.